Время, когда закладывается успех всего сельскохозяйственного года. Аграрии используют каждый погожий час, чтобы собрать урожай. В стране появился первый экипаж трехтысячник. Это даже несмотря на все последствия стихии, которые на себе ощутили и аграрий. Тех, на кого стоит равняться, чествовали на Могилевщине. На полях хозяйства Сервалюксагра идет уборка зимой пшеницы. На хлебных Нивах сразу семь экипажей. В лидерах уборочной четвертый год подряд Сергей Май. В закромах уже весь озимый ячмень 5,5 тысяч тонн. С гектара взяли больше 48 центнеров. Такая урожайность и пшеницы убрали больше половины площадей. Пока повода хорошая, ловим каждую минуту. Стараемся убирать без потерь, чтобы семью прокормить и страну. Если все подготовлено, если все организовано с умом, то все получается и тысячи идут одна за другой. Как в копилку комбайнера, так и в копилку хозяйства. Дальше следующая пшеница у нас еще чуть-чуть даже не дозрели. Поэтому будем пока уходить на зернобобовое и убирать горох. В эти дни аграрии трудятся особенно напряженно. Многие поля повредила непогода. Пострадавшие регионы инспектируют оперативные штабы. Чтобы на местах увидеть проблемы и помочь их решить. До последнего зернышка в таких условиях не просто слова. Президент четко поставил задачи перед аграриями на селекторном совещании. Недопустимы никакие потери. Объяснений никаких быть не должно. Каждый руководитель, как в былые времена, должен в багажнике автомобиля иметь брезентовую палатку. Выходит комбайн с загона, расстелил, заезжай на палатку. Посмотрел, какие там потери. Ну я уже не говорю о специалистах, которые должны в поле бывать, а не только планерку провел. Вот езжай на то поле, механизатор, делай там то и это. Я вижу, как это делается. Особенно в восточных регионах. Поехал механизатор, а это же не мое. Не отсеянные поля, концы не отошли. Механизатор, может, этого не знает, а гранон должен знать. Начальник участка, бригадир должен знать. Мы только от элементарного можем получить колоссальный денежный эффект. Условия для аграрного сектора созданы. Хозяйство обеспечены всем необходимым для работы. Действовать в этих условиях нужно оперативно. Из базовых вещей, которые нужно решать в режиме реального времени, это подготовка зерносушильных комплексов. Второе, это экономия средств на перемещение комбайнов с поля до машинных и механизированных наших участков и дворов. Далее, отвоз зерна. Тоже переброшен дополнительный парк техники между районами, чтобы зерно оперативно вывозилось и сдавалось в рамках госзаказа. И мы нагнали то отставание, которое где-то в определенных районах у нас существует. Взять хороший урожай также с полеглых полей и минимизировать потери возможно. Техника, горючие, а главные люди. В стране для успешной компании все есть. Дальше дело дисциплины и соблюдение технологий. Урожай некоторых культур собран. Так, завершена уборка озимого ячменя. С учетом рапса, аграрии страны намолотили почти 3 миллиона тонн зерна. Лидирует Бреск и область почти 800 тысяч тонн. С отрывом в 100 тысяч идет Минщина. На третьем месте Гродницкая область. Ее результат почти 670 тысяч тонн. С большим отрывом Витебская область. Это связано с климатическими условиями и более поздним созреванием культур. Параллельно идет теребление льна. Почти половина подлежащих уборке площадей обработана. Сельхозпредприятия заготавливают корм животным. Стальная опора промышленности. Сегодня белорусские металлурги отмечают профессиональный праздник. В отрасли более 57 тысяч человек, 80% мужчины. Флагман – белорусский металлургический завод. Объемы производства увеличиваются. Выпускают и новые виды продукции. Акцент на импортозамещение. Завод сотрудничает с учеными, что позволяет оперативно внедрять инновации. За прошлый год порядка 130 продуктов поставлены на промышленные рельсы. Цифры нашей выплавки в стали – это более 1 миллиона тонн. Мы уже выплавили за первый полугодие. У нас организовано производство различного типа технологических процессов. Сложности, наша выгода в том, что мы имеем это все под одной крышей. Это легче управлять. Мы меньше зависим от поставок заготовок, от поставщиков. Последний тренд в отрасли – зеленая металлургия, которая связана со снижением нагрузки на окружающую среду. Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в СНГ по выпуску металлургической продукции. Около 80% идет на экспорт. География поставок – около 100 стран. Продолжается поиск новых партнеров в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Праздник объединяет всех сильных духом людей, которые стоят у стали плавильных печей, прокатных станов, обеспечивают производство сырьем и материалами. Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил президент. Плоды нелегкой работы служат основой многих производственных процессов, говорится в поздравлении. Использование белорусских разработок и марок стали, которые по праву считаются одним из лучших в мире, способствует укреплению ключевых сфер экономики, машиностроения, энергетики, строительства, повышения обороноспособности и национальной безопасности страны, отметил Александр Лукашенко. И пожелал металлургам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья. От восстановления домов до материальной помощи людям и предоставления инструмента рабочей силы. В стране продолжается ликвидация последствий урагана. Процесс на контроле президента. В оселенном режиме работают не только спасатели, энергетики и лесники. Помощь оказывают профсоюзы. Больше всего внимания Гомельской области. Этот регион самый пострадавший. Предстоит большая работа по восстановлению. Это и расчистка территории от поваленных деревьев и завалов, и ремонт зданий и домов. Профсоюзы закупили 120 бензопил. Их сегодня передали жилищно-коммунальным хозяйствам и лесхозам. Оборудование районам, которые пострадали больше всего. Мозорский, Калинковичский, Реческий. После огромной части работы позади, активная включенность разных служб, как минимум до осени. Работаем практически весь световой день. Операторы хорвестеров, те, которые привлечены к разработке ветровально-береломных лесосек, работают в круглосуточном режиме. Думаю, что темпы сейчас эти будут потихонечку снижаться, потому что ситуация уже проясняется. Видим возможным, когда будут подготовлены соответствующие площадки в лесах, выйти с трудовым десантом и оказаться действием в посадке леса, в восстановлении. Какое количество людей понадобится, столько будет привлечено. Очень много патриотов нашей страны сегодня готовы сюда и приехать, и с других регионов. Помогают и точечно. Дома всю неделю восстанавливают в Речице. Правком вместе с администрацией метизного завода помогают работникам. Бригада ремонтно-строительного цеха заменяет поврежденную кровлю, окна. Ограждение участков помогает в расчистке придомовых территорий. Продолжается на Гомельчине работа по восстановлению энергосистемы. Ночью работало 130 варийных бригад. Населенные пункты, запитанные дизель-генераторами, поэтапно переводятся на штатный режим электроснабжения. Наиболее напряженная ситуация в Жловинском и Речицком районах. До конца дня вопросы должны быть сняты, сообщает Минэнерго. Поручение местных властей рассмотреть вопрос предоставления рассрочки людям для ремонтных работ. Анализ самых важных событий в стране и мире в итоговой программе ОНТ. Восемь вечера. Наше время. Стихия сильна. Крыши лететь стали. МЧС сразу приехал, расчищал дорогу. Сильнее лишь воля людей. Такой стихии даже не помнят старожилы. Задействованы все наши резервы. Когда тучи сгустились не только над полями. Отвратительная работа. Поэтому начал калашматить губернатору. Погода не повод отказаться от урожая. 10 миллионов это неплохо, но это нижний предел. Открытые вопросы к закрытым границам. Неритмичная работа пограничников и таможенных служб с определенной стороны. В ответ на новый вызов от Минска больше без виза. Вот договорились, а давай завтра поедем в Беларусь и поехали. Словно фильм про чудовищ, но кошмар реален. Все знали, что в доме находятся люди. Жестокость и наркотики. Им были в кайф. Исполнитель бросал коктейли Молотова один за другим, пока не получилось пробиться внутрь. Те, кто круче барханов и крепче металла. Это гонка про преодоление себя и, конечно же, техники. Колесо фортуны повернули вручную. Гонка, конечно, для нас не совсем сложилась. Тем не менее, мы на подиуме. Воскресенье. Восемь вечера. Теперь наше время. Новые угрозы большой региональной войны. Израиль нанес удар по Йемену. Есть жертвы. Тель-Авив назвал этой реакцией на залет дрона хуситов на территорию еврейского государства. Целью израильской армии стал порт Хадейда, вблизи которого нефтеперерабатывающий завод. Пострадала энергетическая инфраструктура и вспыхнул пожар. Огненные клубы поднялись вверх на сотни метров. Три человека погибли. Еще 87 получили ранения и ожоги. В основном гражданское население. Хотя целью Израиля был именно порт, через который якобы Йемен получает партию оружия из Ирана. Представитель хуситов назвал атаку, цитата, «вопиющей агрессией». Ожидается ответный огонь по жизненно важным объектам Израиля. Уже выпущены несколько баллистических ракет по городу Эйлад. Они перехвачены. При этом есть сообщение, что бомбардировка проходила при непосредственной поддержке США. Однако представитель Белого дома информацию проверк. Также ближневосточные СМИ сообщают, что Израиль бомбит ливанский город Тир и близлежащие приграничные деревни. Удары и по Нусирату в секторе газа. Израильтяне устали от войны и вновь требуют отставки правительства Нетаньяху и освобождения заложников. Белорусские студенты на первых международных молодежных летних играх во Владивостоке. 7 вузов, 70 спортсменов. Ход конем соревнования сегодня открывает шахматный турнир. В интеллектуальном поединке нашу страну представляет команда БГУ. Всего в программе 12 видов спорта. Теннис, бокс, легкая атлетика и другое. Состав формировали студенты не только столичных вузов. Строю, Гродненский университет имени Янки Купала и Витебский технологический. За звание лучших будут бороться больше тысячи участников. В игре Россия, Китай, Узбекистан, КНДР и Индия. Погрузиться в Средневековье в Дудутках проходит 15-й международный рыцарский фестиваль «Наш Грюнвальд». Посвящен военной и светской культуре, традициям исторического периода. Программа разнообразная. Рыцарские турниры, танцы, пиры и большой концерт. Александра Титовец. Путешествие во времени. Сложно переоценить значение Грюнвальдской битвы в истории Беларуси. Одно из самых масштабных столкновений средневекового мира полностью изменило расстановку сил на мировой арене. 15 июля 1410 года объединенные силы разбили Тевтонский орден, тем самым положив конец более чем 200-летним военным конфликтам. Беларусь в составе ВКЛ вышла на доминирующие позиции в Европе. События тех далеких лет каждый год восстанавливают в Дудутках. В этот раз 400 представителей клубов военно-исторической реконструкции со всей страны и не только. Если понравилось, ну все, там начинаешь вкладывать это время, деньги, время, деньги. Это очень большая работа и получается так, что ты этим живешь. Здесь не только знаменитая битва. Фестиваль охватывает большую эпоху средневековья. Бликующие на солнце доспехи, весят, кстати, более 30 килограммов, и оружие притягивают посетителей. Латные бои – одно из центральных событий фестиваля. Под доспехами не разобрать, но на поле сражения есть и дамы. Также вступают в бой. Я занимаюсь второй год именно реконструкцией. До этого я занималась другими боевыми искусствами, поэтому мне, ну, полегче чуть-чуть. Тут и костюмы, и атмосфера, и люди интересные. Ну и в целом как-то очень много других попутных занятий, кроме боев самих. Приехали побеждать? Естественно. Помимо этого категории – щит, меч, баклер, маленький, чаще всего металлический круглый щит, меч, и самый трудный – меч, меч. Тут приходится закладывать одну руку за спину. Такие бои – не просто физически тяжелый спорт, травмоопасный. Любой пропущенный удар в незащищенную доспехами – часть тела может закончиться переломом, поэтому бойцам нельзя расслабляться ни на секунду во время боя. Попробовать себя в похожих боях может любой желающий оружием и спецзащитой обеспечит. А для тех, кто предпочитает соревноваться с самим собой – стрельба из лука и арбалета. Мы там боем! Проникаются атмосферой Средневековья не только участники. Многие зрители подготовились основательно. Приходят в тематических костюмах. Здесь и рыцари, и оруженосцы, и феодалы с прекрасными дамами. Вообще на наш Грюнвальд я уже приезжаю второй раз. Просто интересуюсь Средневековьем. Как бы нравится эта вся тематика. Вот решила, чтобы хоть немного слиться с именно участниками фестиваля. Ну, какой-то такой наряд самостерила. Здесь очень здоровская организация, все продумано. И сюда съезжаются не только с Беларуси участники, но, например, вот в этот раз есть из Питера ребята, которые, среди них есть чемпионы мира. И поэтому бои, конечно, очень зрелищные всегда здесь. Поэтому ездим не один год. Это нравится от года к году, к году к году. А сколько раз вы уже здесь были? Ну, лет 15. Отдельная часть средневекового города – квартал ремесленных мастерских. Торговля идет полным ходом. Можно не просто приобрести сувенир. К примеру, памятная тарелка, сделанная собственными руками, станет теплым воспоминанием на долгие-долгие годы. Кроме этого, знакомство со средневековым оружием разных стран и культур. А сегодня и еще одна зрелищная часть – рыцарский конный турнир. Стопроцентное погружение в эпоху – такой живой урок истории. Александр Титовец, Виталий Мотин, Яна Белковская. Наши новости ОНТ.